Развитие малого и среднего бизнеса, новшество бюджетной политики, состояние дорог и оперативная обстановка в праздничные дни. Таковы темы первого в этом году рабочего совещания у главы Чувашии Михаила Игнатьева. Владимир Путин поручил увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе в России до 25 миллионов человек к 2024 году. Для этого правительство планирует улучшить условия ведения предпринимательской деятельности и упростить доступ к льготному кредитованию. В Чувашии создадут центр «Мой бизнес». Он станет площадкой, где объединят всю инфраструктуру по поддержке предпринимательской инициативы. Это будет единой точкой входа для предпринимателей для получения всех видов государственной поддержки и государственных услуг. Начиная от консультирования, разработки бизнес-плана, получения мер финансовой поддержки и до вывода их на экспорт. Сейчас специалисты решают, где разместить данную площадку. Кроме того, расширят финансовую поддержку. С этого года Минэкономразвития России совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства запускают программу льготного кредитования субъектов МСТ с составкой кредита на 2-3% пункта ниже рыночной и составит не более 8,5% годовых для конечного заемщика. Если все пойдет по плану, количество занятых в малом и среднем бизнесе в Чувашии вырастет на треть. Рабочие места получат дополнительно более 50 тысяч человек. Те, кто получают поддержку, должны чувствовать и ответственность. Специалистам необходимо провести серьезную работу с представленными бизнес-проектами заявителей и обратить внимание на их деловую историю, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Насколько я понял, каждый заявитель не обеспечил выполнение бизнес-плана. Что касается бюджетной политики, то с Нового года увеличивается количество операций в электронном бюджете. Он создан для обеспечения прозрачности и открытости в сфере управления общественными финансами. Министерствам необходимо учесть данный факт и вовремя направить заявки на подключение к системе, отметила министр финансов Светлана Янилина. Министр транспорта Владимир Иванов отчитался о состоянии дорог в праздники. Прошедшие снегопады серьезных проблем не создали. Для контроля ситуации в одном из мессенджеров создана группа, к которой подключены все основные подрядчики, сотрудники ГИБДД и специалисты Минтранса. Скриншот с телефона. И было замечание на Волгоморпосад в один из дней 28 декабря. Сразу водорустрой, центр управления, принял информацию. И потом он нам через полчаса, через час отсылает уже участок, который почищен. Мы таким образом контролируем исполняемость этих замечаний. По прогнозам синоптиков, снегопады могут возобновиться уже в конце первой рабочей недели. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.